Друзья, ну вот и долгожданное солнышко. Не знаю, конечно, надолго ли оно, нет, но судя по времени, 7.38. Вообще уже, конечно, без 28 по Москве, без 20.10 по местному солнышко уже должно быть в самом разгаре. Вот оно в разгаре, но туман так и не отступает. Видно, что лед начинает таять, все эти льдинки летят по боковушке. Даже вон бордюрное зеркало наполовину покрыло синим. Я представляю, что там на мордашке творится. Там эта сетка стоит перед радиатором мелкая. Наверное, все уже соты залепило, как один сплошной фартук сделано. Ну что, объездная у нас скоро закончится. И мы погружаемся опять во мглу. Потому что идем вниз, а тяжелая водяная известь, она всегда спускается ниже. Да, на горке нас солнышко порадовало, а здесь опять оно скрылось. Так нас, наверное, и будем сегодня бороться весь день. То солнышко, то мгла. Точнее, то туман. Друзья, 28-й километр. И объездная вокруг Уфы заканчивается, но я имею в виду для нас, тем, кому надо уходить на Казань и Москву. Да, здесь ситуация не лучше. Туман так, он и продолжает. Своё окутывание одеялом. Ветра не хватает. Ветра, чтобы это всё побыстрее раздувалось. Так, слева никого. Никого. Ну что, поехали до дома, 906 километров отсюда. Да, разогнаться сегодня не получится. Посмотрим. Пока вроде бы всё равно видимость-то подальше стала. Так, смотрим на указатели. Да, до Казани 4.94. А до Москвы мы сегодня не едем. Да, на первый взгляд здесь может показаться дорожка шикарная. По три полосы в каждом направлении. Но это обмачу, потому что у нас впереди ещё два сужения дороги. И тот, кто здесь первый раз едет, пожалуйста, не разгоняйтесь. Вот у нас как раз знаки. Знаки через 500 метров съезжаем на двухсторонку. Друзья, будьте внимательны. В туман особенно. Да. Вот оно у нас разлиновано. Всё хорошо. Но сильный туман. Можно и не заметить. Как я и говорил, что здесь связано всё с переносом газовой линии. Поэтому трассу здесь пока временно. Заморозили. Ну, как временно. Уже довольно-таки давно. Считайте, два участка. Вот сейчас тут какой-то отрезок. Два километра. Потом выйдем опять. На одностороночку. Да, вот уже. А потом опять. Будет сужение. И дальше уже. Как говорится, простор действия. Друзья, ну вот, наконец-то туман отступил. Через два часа после нашего выезда со стояночки Пайтуган. Ну, видно, вон ещё остались. Даже вот на фоне синего неба осталось, как вот эти тучки низкие, туманные. Ещё рассеиваются. Но теперь хоть ехать действительно стало спокойней. Да, вот здесь у нас стояночки такие дикие. На Кушнаренковской объездной. Где складируется сейчас крошка асфальтная. Здесь у нас вот на той стороне покрытие. Поменяли участки. И по этой стороне тоже сейчас выйдем на новый асфальт. Ну, в принципе, здесь и старый неплохой. Солнышко вообще хорошо поднимает настроение. Так что, ребятки, заряжаемся оптимизмом. Живём на позитиве. И всё у нас будет хорошо. Друзья, прошли мы Кушнаренковскую объездную. И под горку спустились. И встали на реверс. Я что-то не помню. Туда вроде я шёл. Не было здесь ремонта моста. Или я уже подзабыл. Их столько всяких реверсов. Уже на трассе появляется. Да, всё больше появляется. Хотел сказать, пропадает. Нет, пока ещё только наращиваются. Вроде уж зима на носу. Надо заканчивать. Да, никак вот не привыкну. С горки спускаешься сразу раз. На механику перевёл. На ручное управление, точнее. И потом осталась она у меня на ручном. Трогаться начинается с первой передачи. Но ничего. Со временем, я думаю, привыкнем. Тут вообще уже как зима, смотри. Трава прям покрыта чуть ли не снегом. Но это ини, ребятки. Это вот водная вся взвесь, которая висела в воздухе. Сейчас осела на растение, на траву. И её сразу тут же прихватило морозиком. Да, на улице так ноли держится. Хорошо на реверсе простояли. Недолго. И едем дальше. Да, ребятки. Проходим мы 1240-й километр. А то с вы в сторону набережных Челнов. И посмотрите, какие будут широкие дороги скоро. Правда, здесь они что-то обрываются. Но это и понятно, потому что впереди на их пути, во-первых, высоковольтной линии надо переносить. А самое главное, ребятки, здесь какое-то вот предприятие. Но я думаю, что его тоже не проблема будет перенести, потому что я сначала почему-то на кладбище подумал, нет. Здесь предприятие. Только что за конторка, честно говоря, не знаю. для расширения дорог много в чего приходится переносить, чтобы было раньше построено, когда еще строили так, без планов на 20 лет вперед. Так, и здесь у нас что за здание? Да, но здание-то ладно, у нас впереди лесовоз. Идет груженый. Нам бы, конечно, окошечек, чтобы его до знака успеть обойти. Попробуем, он в горку садится, а мы вроде идем нормально. Да. Нам повезло. Попали как раз в струю. И Ниссанчику не помешали. И до знака успели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, друзья, дошли мы до перекрестка на Бавлы, то есть прямо нам туда не надо. Мы поворачиваем налево на набережные Челны и смотрим, что здесь реверсивное движение закончилось. Тут перед перекрестком как раз закончили новые участки асфальта. И теперь у нас впереди предстоит еще три, а может быть и четыре. Сейчас посчитаем, увидим реверсивных движений. Поехали, ребятки. Так, ну вот он, ребятки, у нас первый реверс опять, ремонт моста. В поселочке Лаяшты, да? Да, он самый. Но немножко придется постоять. Я так думал, уж мост этот может быть доделают в этом году. Что-то никак плохое финансирование, что ли, не закончат никак они. Ладненько, подождем. Вот постояли немножко и поехали. Посмотрим сейчас еще там у них с мостом-то долго-недолго они тут будут его доделывать. Вроде как уже перила делают, то есть осталось дело за малым. А, шовчики еще доделают, вот как раз, ребятки, швы. И здесь уже подъездные пути тоже доделывают. Не знаю, не совсем еще доделывают, пока только готовят, разравнивают все. Да, дорожка, по-моему, все равно немножко пошире делают. По крайней мере, визуально так кажется. Здесь вот обочину отсыпали. С той стороны тоже разровняли вон. До самых столбов освещения. А здесь уже вот подушечку кладут. Все. Так, первый реверс прошли. Можно сказать, всего лишь пять минут постояли. Посмотрим, что ждет нас впереди. Так, впереди у нас еще одна башкирская деревня. Ишкарова. Здесь тоже ведутся дорожные работы. Сейчас только посмотрим. Там вот был реверс. В конце стоял светофорчик. И в конце деревня, а вот в середине получается уже. Да, опять мы попадаем под красный. Ну что ж, вот такая невезуха. Здесь их не синхронизируют. Поэтому я думаю, что как-нибудь можно и в зеленую полосу попасть. Но навстречу нет никого. Значит, только что зажегся красный. Придется минут десять, наверное, потерять. Но сейчас посмотрим. Магазин для вас. Можно вот пока стоим за продуктами сходить. Ну, вроде как еду домой. Сейчас можно и без продуктов. Вот я и говорю, постояли каких-то пять минут. Можно сказать ни о чем. Но тем не менее. Второй реверс. Второй реверс под красный. Да, здесь тоже реверсивные движения из-за того, что ремонтируют капитально мост. Так, эту половину уже отремонтировали. Осталась вот эту. Но здесь еще, как говорят, конь не валялся. Огород такой длинный. Забором обнесли. Да, домики смотрю. Где-то богатенькие. Где-то вот даже давно-давно не крашеные. Оф-то, а здесь у них совхоз-колхоз. Как он сейчас называется здесь. Знаете, мастерские, да, своего рода. А у нас здесь новый асфальт, но со ступенькой. Так, что, бежим дальше. Спасибо. 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 Спасибо.